Добрый день уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Сегодня посмотрим несколько валютных пар, обязательно посмотрим золото и серебро, как можно заработать на этих драгоценных металлах, а также рассмотрим корреляцию золота и австралийского доллара. Как известно, Австралия входит в топ-3 по добыче золота, поэтому интересно посмотреть, какие есть взаимосвязи на графике. Итак, поехали. Начнем с евро-доллара. Как мы видим, на евро установился такой устойчивый восходящий тренд и связан он с текущим ослаблением доллара. Доллар влияет как на евро, так, кстати, и на золото, и на серебро, это мы посмотрим. Давайте рассмотрим, что мы можем здесь увидеть, какие разворотные точки можем найти, чтобы на них заработать. Если посмотреть график H1, то видно, что сейчас цена евро-доллара слегка корректируется. И здесь вот такой сформировался зеркальный уровень поддержки, поэтому если цена дойдет до этого уровня, это примерно цена 1.07.81, то можно будет ставить отложенный ордер на покупку и зарабатывать на росте. Если же цена еще дальше пройдет вниз, то здесь есть наклонный уровень сопротивления, он же зеркальный уровень поддержки. Здесь в районе цены 1.06.89 также можно рассчитывать на коррекцию вверх и заработать на росте. Хочу обратить ваше внимание на такую интересную кроссовую пару евро-австралийский доллар. Что здесь интересного? Она находится вот в таком боковом тренде. Вообще, боковой тренд очень любит мой торговый робот. Кто его использует, обязательно посмотрите эту пару. Здесь в режиме buy и sell одновременно он показывает хорошую доходность. Нижняя граница сейчас очень широкий диапазон у нее. Откуда здесь входить пока непонятно. Лучше дождаться, пока цена дойдет до верхней границы линии сопротивления. Здесь, видите, очень четко отрабатывается максимум. Прям вот отбивается прям пункт в пункт. И можно будет заработать на падении. Либо включить робота в режим sell от этой линии сопротивления. Теперь давайте посмотрим золото. Как видно, у него восходящий тренд. Вот если мы посмотрим на недельный график, то увидим, что тренд ускорился. И, в принципе, если таким же темпом цена будет двигаться дальше, то недолго ей дойти до линии сопротивления. Это очень мощная линия сопротивления. Вот на месячном графике ее видно. Здесь я ожидаю, что цена может отбиться от этой линии сопротивления и пойти вниз. Можно будет на этом хорошо заработать на продаже. Теперь давайте посмотрим поближе. Если мы присмотримся, то увидим, что здесь есть некая такая линия сопротивления, зона сопротивления, которую цена преодолела и пошла вверх. Чтобы ее лучше понять, давайте посмотрим австралийский доллар. Австралийский доллар тоже в восходящем тренде, но мы видим, что он остановился вот здесь вот и замер. А золото, если теперь посмотрим золото, оно, вот наш один сделал, чтобы одинаковые были таймфреймы, оно, наоборот, преодолело эту зону и пошло дальше вверх. О чем это нам говорит? У меня, кстати, на канале есть хорошее видео про корреляцию. Обязательно посмотрите. О чем нам здесь это говорит? Что вполне возможно, что поскольку золото уже ушло вверх, преодолело эту линию сопротивления, австралийский доллар тоже скоро пробьет эту линию сопротивления и продолжит также догонять золото. Здесь вот я обозначил линию сопротивления в районе цены 0.69.92. Думаю, что если она ее пробьет, то вполне возможно, она пойдет дальше догонять золото в восходящем тренде. Почему золото и австралийский доллар коррелируют? Как я уже сказал в начале, Австралия является одной из входящих в топ-3 золото добывающих стран, поэтому на курс ее валют очень сильно влияет добыча золота. Поэтому всегда можно посмотреть, если курс золота растет, то австралийский доллар тоже скорее всего будет расти. Ну давайте глянем серебро. Серебро тоже в размашистом таком треугольнике находится. И здесь я нарисовал линию поддержки. Если цена вернется к нему, можно будет от него покупать и зарабатывать на росте. А также для скальпинговых сделок можно рассмотреть тот факт, что цена сейчас пробила верхнюю границу этого треугольника. И если она вернется обратно к этому уровню, то этот уровень будет считаться зеркальной линией поддержки. От нее можно будет покупать и зарабатывать на росте. Здесь можно будет как отложенным ордером входить, так и рыночным ордером, используя, например, алерт, то есть оповещение. У меня, кстати, про оповещение есть отдельное видео на канале, обязательно посмотрите. Обзор на остальные торговые инструменты нефть, британский фунт, канадец, швейцарский франк и так далее. Смотрите полный обзор на моем канале. Ссылка на канал в описании. А сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых можно заработать на этой неделе. Как видим, в понедельник в США выходной день Мартина Лютера Кинга, поэтому волатильность будет, скорее всего, очень низкая, ликвидность низкая, поэтому не рекомендую особо торговать в понедельник. Во вторник будет новость по ВВП в Китае, а также индекс потребительских цен в Германии. Эта новость традиционно отражает инфляцию. Также данные по инфляции у нас будут по Канаде в 16.30. Обратите внимание. В среду несколько тоже новостей по индексам потребительских цен. Это в Британии в 10 утра и в Еврозоне в 13 часов. В четверг стоит присмотреться к новости публикации протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Какого-то направленного движения здесь вряд ли стоит ожидать, однако повышение волатильности вполне может быть, поэтому обратите внимание. В пятницу достаточно спокойно, ну и вообще в целом эта неделя не отличается какими-то конкретными новостями, на которых можно делать ставки на рост или на падение, однако стоит учитывать эти новости, чтобы не попасть на волатильность, поэтому используйте алерты, оповещения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании на моем канале. Там я оповещаю о важных новостях, чтобы вы их не пропускали. Еще раз напоминаю, что если вы хотите поторговать моим торговым роботом и у вас есть счет компании iMarkets, то вы можете получить его бесплатно, пишите на моем канале, мне в мои контакты, в личку, в телеграм. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!